Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада приветствовать вас в очередном нашем мини-уроке из цикла, который посвящен реализации игровой механики подпрыгивания. В первых нескольких частях мы рассмотрели самый простой способ, когда мы использовали блок плыть, ну а в этой части, в этом мини-уроке мы начнем рассмотрение реализации, которая моделирует в некоторой степени реальные законы физики, а именно закон гравитации. Когда мы подпрыгиваем вверх, мы применяем некую силу, отталкиваемся, но опускаемся вниз, благодаря тому, что есть притяжение земли, то есть гравитация. Я оставила из того проекта, с которым мы работали в предыдущих частях, лишь движение нашего кота, вот он просто спокойно себе идет по дороге. И сейчас мы будем определяться, как он будет у нас подпрыгивать, как будут действовать на него законы гравитации. Прежде чем мы это сделаем, нам необходимо немного подумать, что у нас будет являться отправной точкой, некой опорой, от которой наш код будет отталкиваться. Для реализации нам это действительно необходимо, и мы сделаем небольшие изменения в наших спрайтах дороги. Мы нарисуем еще одну линию, сделаем ее серого цвета, почти такого же, как сама дорога, но немного-немного темнее. Это не будет сильно бросаться в глаза, но это поможет нам реализовать отталкивание. Ну, может быть, 4 даже ширина будет достаточно, ну, сейчас посмотрим. Вот такую мы нарисовали линию. Ну, не буду сейчас уточнять цвет, хотя, конечно, наверное, он слишком темный. Можно попробовать его изменить. Интересно, заливка будет работать на контур? Нет, не будет. Поэтому мы можем выбрать, изменить цвет контура немного, все-таки светлее. Еще светлее. Ну, вот примерно так. Не сильно бросается в глаза, хотя, может быть, для каких-то игр это и не принципиально. И сейчас эту же полоску мы скопируем и вставим в спрайт второй. Ну, точно так же. Сейчас, когда наш код будет идти, вот он идет по этой полосочке. Это будет наша полоска, от которой мы будем отталкиваться. Немного подготовили. И теперь нам необходимо ввести специальную переменную. Давайте ее так и назовем переменная, которая будет называться сила. Хотя во многих проектах, в которых это используется, просто пишут y. Сразу зададим начальное значение переменная сила равным нулю. А в цикле эта наша сила будет действовать либо как сила гравитации, либо как сила отталкивания. Если как сила гравитации, то мы постоянно будем изменять эту силу на значение минус 1. То есть она все время будет у нас уменьшаться. И, соответственно, мы будем изменять координаты y нашего кота. И будем изменять как раз на вот это значение силы. То есть мы выбираем изменить y на значение переменной сила. Вот так в цикле. Сейчас, если мы так оставим, то наш код просто убежит вниз. Но давайте вот просто я его подниму вверх и посмотрим, он у нас постепенно упадет вниз. Вот достаточно быстро это произошло. Но благодаря тому, что у нас есть начальные координаты, мы начинаем с начальных координат. И, в принципе, сейчас, если я в цикле буду нашего кота... Получилось, что я стащила не кота, а другой спрайт. Сейчас мы все вернем. Вот чтобы все было хорошо. Здесь я, кстати, дорогу сместила на задний слой. Поэтому код у меня всегда вверху. А скрипт я взяла готовый из урока, в котором мы рассматривали анимацию движения с использованием вот таких вот двух спрайтов. Ссылку на этот урок я оставлю под видео. Так, но сейчас попробую еще раз аккуратнее схватить кота за ухо. Вот видите, я его поднимаю и он быстро опускается вниз. Сейчас это происходит очень быстро, потому что переменная сила у нас все время сильнее и сильнее. Все быстрее и быстрее он опускается вниз. Поэтому нам нужно в какой-то момент времени вот эту переменная сила возвращать в какое-то начальное состояние. В какой момент времени? В тот момент, когда наш код достиг вот этой вот воображаемой линии, по которой он идет. Но она у нас не воображаемая, а вполне даже реальная. Поэтому мы добавим проверку. Если вот нам нужно попасть вот как бы это так сделать. Ну ладно, не принципиально. В принципе, я сейчас выкину этот блок. Вот этот вот кусочек кода нам не очень помогает. Давайте его вынесем в другой блок. Так и назовем. Смена костюмов. И нам будет более понятен код скрипта нашего и не будет нам ничего мешать. Вот так. И здесь я просто вызываю этот другой блок. Давайте посмотрим, как это выглядит. Все по-прежнему. Все нормально, точно так же, как и было. Так, вернемся к блоку «Если». Ну и сейчас неважно. В принципе, я могу поменять местами эти блоки, но поскольку все работает достаточно быстро, мы можем пренебречь последовательностью. Итак, сейчас мы должны проверить, касается ли код вот этой вот линии, но точнее этого цвета. Значит, выбираем «Касается цвета». И цвет аккуратно выбираем пипеткой. Не обращайте внимания, это у меня мигает браузер. Нам нужно обязательно попасть в этот цвет. Вот. Вот этот цвет. В принципе, смотрите, здесь цвет 0, насыщенность 0, яркость 7. Давайте проверим. Вот у этой нашей полосочки в костюме у нас контур задан яркость 71. Это очень важно. Значит, нам здесь нужно в коде скрипта написать яркость попасть 71. Я очень... Вот, вот у меня получилось точно теперь. Еще раз проверим. 0, 0, 71. Отлично. И когда код касается вот этого цвета, нам необходимо фактически обнулить значение силы. А лучше всего сделать следующим образом. Мы зададим переменная сила значение 1. И когда выщется минус 1, у нас получится 0. Давайте проверим. И вот наш код. Мы его поднимаем, он опускается. Поднимаем, опускается. Немного иногда не попадает. Здесь есть небольшой нюанс. Но мы пока можем этим пренебречь. Итак, у нас сила гравитации на кота действует. Теперь осталось добавить ту часть, которая будет реализовывать подпрыгивание. Фактически это прыжок. И это подпрыгивание будет заключаться в том, что мы будем преодолевать вот эту вот силу. То есть мы будем менять значение переменной силы на какое-то другое. Ну и давайте сразу делать код красивым. Мы создадим другой блок, который так и назовем прыжок. Прыгать мы можем только тогда, когда мы будем касаться вот этой вот полоски. Значит, вызывать этот блок мы будем вот здесь. Мы отталкиваться должны от земли, а не от воздуха. И в прыжке мы будем что делать? Мы будем проверять, нажата ли клавиша пробел. Возьмем сенсор. Клавиша пробел нажата. И применим силу. Мы резко изменим значение переменной сила на какое-то большое число. Ну, например, давайте сделаем 20. Ну, давайте проверим. Итак, мы идем, нажимаем пробел и подпрыгиваем. Если мы это число сделаем меньше, ну, допустим, 12, то наш код подпрыгивает просто не так высоко. Но когда я нажимать пытаюсь второй раз пробел, когда он еще в полете находится, у него ничего при этом не получается, он не прыгает, он не может оттолкнуться от воздуха. Он отталкивается только вот от этой вот серой линии. Вот так реализован прыжок. Сюда же вы можете добавить аналогично тому, как мы улучшали предыдущий проект. Проверку на то, что мы находимся в состоянии прыжка, и тогда нам не надо перебирать лапками. Можно сделать смещение по оси Х. Это уже экспериментируйте, пожалуйста, самостоятельно. Я желаю всем успехов. Поздравляю, мы освоили механику подпрыгивания или прыжка, и вы можете ее использовать в самых разных проектах. Попробуйте придумать другие какие-то игры, делитесь ими в комментариях на странице сайта Scratch Elite.net, где все способы реализации будут представлены на одной странице. К сожалению, в YouTube комментировать невозможно, если это детский контент. Такие новые правила вели. И до новых встреч в новых уроках!